Это постройка 1880 года. Одна из частей здания гимназии номер 12. Здесь широкие стены из природного камня и нестандартно большие окна. Ремонт здесь начался с замены кровли, а полностью завершился установкой современных пластиковых окон. Сейчас посмотрите, какой замечательный результат. Сегодня это современное здание, современные окна. Установлено все в соответствии с ГОСТами, с санитарно-эпидемическими условиями. Поэтому данная ситуация позволяет организовать образовательный процесс в современных условиях с учетом абсолютно всех моментов, связанных с тем, чтобы дети и дышали, и чтобы у них был свет правильно падал. Изменения у здания, кстати, одного из нескольких сотен по всему краю, начались с участия в региональной программе по замене старых окон и кровель в школах и детских садах. В ремонт только 12-й гимназии вложено более 10 миллионов рублей из краевого и городского бюджетов. Всего же на эти цели в прошлом году регион выделил около 400 миллионов рублей. А это уже гимназия номер 3 города Ставрополя. Это учебное заведение тоже попало в программу по замене окон и крыш. Самая старая часть здания была построена в 1912 году и здесь полностью заменили кровлю. Всего за два летних месяца строители полностью выполнили работу. Заменили шатровую кровлю на старом здании. Дожди и зимняя погода показали, что все сделано качественно, говорит директор. Ничего не протекает. Кровля старого здания, она уже давно просила того, чтобы ее полностью отремонтировали. Площадь этой кровли составляет около 1800 квадратных метров. Всего же с 2014 года обновление затронули школы и детские сады в 37 муниципалитетах Ставрополья. Почти 400 школ и 500 детских садов вместо старых деревянных окон получили пластиковые. Кровлю заменили в 69 учебных заведениях. 152 школьных спортивных зала отремонтировали. За пять лет в крае создано больше 6000 новых учебных мест. Десяток только построенных школ впервые приняли своих учеников в поселках Красный Пахарь, Саномер, Серноводский, Анжиевский, Азек-Суат, а также в городах Ставрополь, Пятигорск и Сентуки. В этом году краевой проект по замене старых окон и кровель в крае продолжат. А им в подмогу по инициативе губернатора Владимира Владимирова добавят программу по ремонту школьных дворов. В рамках программы меняется асфальтовое покрытие, меняются бордюры и полностью благоустроивается территория школьного двора. Начало уже положено. В 2019-м в Ставрополе, например, в программу вошли 35-й лицей и 12-я гимназия. Их пришкольная территория получит новый имидж с учетом индивидуальных особенностей дворов. Ну а в школу ненадолго вернулись Ирина Ивановская и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.